Ни для кого не является секретом то, что профессия учителя очень важна, учителя занимаются очень сложным делом, они обучают детей, а это очень непросто. Несмотря на то, что эта профессия дается далеко не всем и заниматься педагогикой действительно невероятно тяжело, труд учителя оплачивается мизерной заработной платой. На официальную зарплату учителя прожить очень тяжело, поэтому люди этой профессии стараются найти и другие способы заработка, которые позволят жить достойно. Таких способов достаточно много, каждый учитель выбирает тот, который ему подходит больше всего. В основном педагоги стараются заняться репетиторством, так как это действительно очень прибыльно, правда педагог не по каждому предмету может быть востребован в этой сфере. Например, учителя математики, русского языка, химии и так далее пользуются спросом, а вот такими предметами, как география, литература, история и тому подобное интересуются далеко не все. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Благодаря тому, что сейчас появились единые государственные экзамены, труд репетиторов стал еще более востребованным, так как именно они помогают ученикам подготовиться к экзаменам и сдать их достойно. Но опять-таки спросом пользуются те педагоги, чьи предметы для сдачи являются более популярными. Учителя, которые любят заниматься творчеством, вполне могут помимо учебной деятельности заниматься им, например, изготавливать какие-либо предметы на продажу. Сейчас хендмейт изделия нравится очень многим. Изначально можно устраивать выставки прямо в школе, а затем организовать свой небольшой интернет-магазин и заниматься в свободное от педагогики время продажи изделий собственного производства. Также учитель вполне может устроиться в какой-либо центр, где предлагаются разнообразные секции для детей. Как правило, вести их должны люди с педагогическим образованием, поэтому учителя для данной деятельности подходят, и это может стать неплохим дополнительным заработком. Родители всегда стараются всесторонне развивать своих чат, поэтому помимо школы записывают их в различные кружки, поэтому они почти никогда не пустуют. Учителя, которые очень хорошо знают свой предмет, могут попробовать заняться составлением учебных пособий для детей, а потом выпускать их и выставлять на продажу. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Быстро заработать, правда, не получится, но если пособие будет действительно грамотным и полезным, продажи пойдут в гору, а значит и доход тоже. Человек, выбравший профессию педагога, не должен сетовать на свою участь и жаловаться на свою заработную плату в конце концов. Педагоги прекрасно знают, на что идут, но это не мешает им стремиться большему и не ограничиваться только учебной деятельностью. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok